здравствуйте дорогие друзья сейчас мы с вами поговорим про уверенность в себе и как ее воспитывают в прошлой лекции мы говорили о долгом и трудном пути который приходится пройти ребенку чтобы быть принятым обществом чтобы занять там хорошее место дорога эта длинная извилистая даже нормотипичные дети и и проходят очень нелегко собственно каждый из нас это знает по себе потому что я не знаю ни одного человека которому было бы легко в детстве в школе и так далее то есть каждый из нас преодолевает свои трудности так сказать перепрыгивает через свои планки переступая через какие-то свои проблемы каково приходится здесь особому ребенку это вообще все гораздо сложнее все трудности которые заставляют напрягаться переживать и плакать нормотипичных детей даже талантливых нужно умножить на много потому что самые простые вещи могут быть проблемой то есть то что не проблема для нормотипичного ребенка для ребенка с особенностями может быть дополнительной проблемой то есть ему нужно освоить ту же самую дорогу что ребенку нормотипичному но при этом у него как будто есть за спиной еще огромный груз который на него давит и который его тормозит и тянет назад соответственно эти проблемы по-разному воспринимаются разными детьми с различными особенностями и тоже как бы никакого рецепта нету как им помочь поэтому здесь очень важно так сказать роль родителей что же облегчает детям этот тернистый путь я скажу вот как что уверенность в себе очень сильно облегчает жизнь то есть позволяет преодолевать вот эти вот трудности без депрессии без страданий трудности есть всегда и напряжение есть всегда и усилия прикладываются всегда но вот это восприятие их то есть точка зрения на них то что называется мировоззрение оно очень зависит от уверенности в себе детям которые уверены в себе им тоже трудно они преодолевают ту же дорогу то есть им нужно туда же, в социум. И они идут теми же этапами, начинают с детской площадки, продолжают в садик и так далее. То есть, как бы, ничего другого нету. Но им легче, этим детям, просто в глубине души они знают, чувствуют. Они это смогут. Они с этим справятся. Я полагаю, что у многих из нас есть знакомые, вот такие вот умные, талантливые, которые в итоге ничего в жизни не добились. То есть, вот талант есть, а результата нет. И причина, как правило, одна. Они не умеют ценить себя и не умеют дать понять это окружающим. У них есть такая ложно понятая скромность, при которой они просто принижают свои таланты, возможности, и из-за этого социум их затаптывает. А может не затаптывает, а просто не предоставляет каких-то преференций, а сами они их брать даже не то, что не умеют, они просто как бы стесняются. То есть, вот нужно было проявить характер, а они не проявили, типа, что такое. Ну вот, да. Короче, это грустная тема. Таким людям очень тяжело. Они практически, в общем, да, многие из них просто оказываются на дне жизни. Там кто-то спивается, кто-то еще там что-то. В общем, короче, плохо. И в итоге вот тех же целей добились другие, возможно, объективно менее талантливые, но более уверенные в себе, вот уверенные в своем праве на самореализацию, на хорошую материальную компенсацию за сделанную работу. То есть, человек, который полагает, да, мне положено, я этого достоин, он к этому просто идет. Здесь вот не надо путать здоровую уверенность в себе с ложным ощущением своего превосходства. Да, такие люди тоже есть. Но по наблюдениям я вижу, что если у этого человека, помимо вот этой вот непонятной гордыни, есть еще настоящая уверенность в своих силах, то в итоге получается лучше, чем у тех, у кого есть внутренние ощущения собственной неудачливости, слабости и прочее. Для особых детей вопрос уверенности в себе приобретает еще большую остроту. То есть он у них просто встает, как Эйфелева башня, в такую высоту. Те из них, в ком семья и окружение сумели воспитать уверенность в своих силах, вписываются в общество. Может быть худо, может быть бедно, но как-то вписываются. А некоторые даже очень неплохо вписываются. То есть известны случаи, даже довольно немного, когда дети с особенностями весьма успешно, так сказать, получают место в социуме и получают и уважение, и самореализацию, и все остальное. Поэтому я считаю, что одна из основных задач родителей – это создать ребенку такую обстановку, чтобы он поверил в себя. Это непросто. Да, это правда непросто, особенно если родители сами не уверены в себе. Я вот перечислю некоторые причины, по которым я считаю, что это очень сложная задача для родителей. Во-первых, есть объективные причины. Например, некоторые социумы недружественны к тем, кто отличается. Причем неважно, в какую сторону отличается. Ребенок может быть с особенностями, а может быть суперталантливым, все равно он отличается, и социум к нему будет относиться плохо. Такие социумы, как правило, вообще недружественны к своим членам, и таких социумов довольно много. Жизнь в таком социуме требует от родителей особых усилий, чтобы создать ребенку атмосферу безопасности, уверенности и поддержки. То есть это реально может оказаться на грани героизма, такая задача. Есть социумы более дружественные к отличиям, но в каждом социуме есть свои ограничения. Бывает такая вещь, как стеклянный потолок, но там хотя бы не стоит вопрос физической выживаемости. То есть эти социумы в любом случае менее агрессивны в своем неприятии инаковости, и там гораздо легче функционировать. Второй комплект трудностей – это психологические проблемы самих родителей. Потому что родители растут в том же социуме, в котором родился их ребенок, куда ему надо вписаться. И, соответственно, они несут в себе все деструктивные убеждения, взгляды и привычки, что и все остальные. И поэтому им предстоит огромная работа по преодолению всего этого, для того, чтобы правильно относиться к своему ребенку. И если вот у этих родителей теперь вот ребенок, который сильно отличается от средней нормы, причем, опять же, неважно каким образом, неважно в какую сторону, то им приходится сначала переделывать себя, чтобы не сломать своего собственного ребенка. Да-да, вы не удивляйтесь, не только особых детей ломают, ломают еще и гениев. Это тоже бывает. Вся эта работа очень сложна, нет единого рецепта, как это сделать. Каждая семья решает эти вопросы по-своему. И надо сказать, что есть семьи, которые очень успешно решают это. Вот некоторые мои наблюдения над родителями, которые успешно интегрировали своего особого ребенка. Во-первых, они любят своего ребенка, не осуждая. Они его не стесняются. Они готовы открыто говорить о любых проблемах, даже о самых для них болезненных и неприятных. Они дают своему ребенку защиту и поддержку в любых обстоятельствах. При этом, кстати, это не означает, что ребенок может делать все, что угодно. То есть мама защитит ребенка, скажем, от несправедливой учительницы, но если, скажем, ребенок что-то сделал неправильно, то ребенку достанет, соответственно, дома. Про это как бы никто не узнает, но ребенок про это узнает. То есть они не перегибают палку ни в какую сторону. То есть это справедливость внутренняя, настоящая такая справедливость, честность. Честность с собой, честность с ребенком, честность с другими. И такие родители, опять же, в силу своей честности, они не сворачиваются с пути любви и воспитания ребенка. Несмотря, собственно, ни на какие неблагоприятные обстоятельства. Их совершенно не интересует, что люди скажут. Они просто делают то, что должно, то, что правильно для ребенка. И они во многих случаях достигают очень хороших результатов. И есть еще такой интересный момент, что когда мать действительно любит своего ребенка, делает все для того, чтобы он стал успешным и счастливым, то есть он, не она, чтобы решила какие-то свои проблемы за его счет, а чтобы хорошо стало самому ребенку, то мир ей отвечает и посылает ей просто адекватную помощь. И тогда такая мать, она может гораздо больше дать своему ребенку. И, собственно, что она и делает. Теперь всем спасибо и до свидания.